господа приветствую продолжаю пробовать вина из киба вот такой вот образец интересный образец почему я его взял цена у него 259 рублей 90 копеек но 260 рублей и написано прям портвейн крымский стражил здесь у нас выдержка 15 лет сахар 100 грамм на на литр объем 07 18 процентов алкоголя гост такая вот какая-то необычно странно интересная заманчиво отталкивающая этикетка да с кораблем с чем-то вот таким вот таким то ли приятным то ли неприятным вообще непонятно но конечно классическому портвейного этикетка никак не отсылает естественно российский портвейн никакого отношения до классическому портвейну не имеет то есть я даже не буду никаких проводить аналоги просто интересно попробовать вообще что это такое состав у нас виноматериал виноградно специальный портвейн белый выдержан в дубовой таре более 15 лет виноматериал столовая изготовлены из винограда спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья сахар регулятор кислотности лимонная кислота содержит диоксид серы изготовитель о объединенные пензенские водочные заводы местонахождение россия город пензовый улица московская максиму горького дом 56 дробь 4 литера а этаж 3 помещение там такой то здесь еще варианты производства но все это находится в районе пензенской области никогда такое не покупал он не помню чтоб я такой пил но тем более будет интересно наверное акцизная марка все дела давайте откроем пробка у нас безымянная вот так вот выглядит то есть пластмасс он в принципе такой но не совсем дубово чуть мягкий то есть закрыть несколько раз можно пробка пахнет вот я прям четко скажу чем она пахнет она пахнет аджикой вот специями остринка вот четко прямо аджикой меня в холодильнике баночка с таким же запахом аджика воспользуемся бокалом для белого наливаем цвет цвет приятный янтарная прозрачный без каких-либо помутнений то есть цвет такой ну приятный коньячный какой-то аромат запах в первом носе алкоголь конечно есть но я бы не сказал что он как-то жестко бьет в нос но он присутствует сладость сухофрукты такая жженая где-то карамель чернослив ароматы такие но аромат в первом носе ну такой достаточно приятный покрутим ароматика как-то особо не развивается не меняется чаще чуть подожду до ароматика не меняется никаким образом не развивается как по мне то есть сухофрукты чернослив сладость карамель соответственно ваниль до чувствуется вот эти дубовые нюансы ароматика меня немного отсылает в сторону коньяков до таких выдержанных вот в ту стилистику примерно ну понятно что это да не коньяк но вот чем-то напоминает возможно выдержку в дубе дает о себе знать то есть вот эти вот ароматы дубовые они вплетаются сюда и отсылают немного в сторону коньяка не уверен что французского но коньяка давайте попробуем вы знаете во вкусе как это выглядит алкоголь есть чувствуется да такая вот наверное в послевкусие такая охлаждающая алкогольная штуковина тянется но во вкусе спирт не сильно выпирает прям да он заглушен сладостью но сладость я бы не сказал что супер приторная да здесь 100 грамм сахара там не 200 до допустим не 250 вот то есть сладость она есть я бы не сказал что она супер приторная и ее как раз здесь столько чтобы убрать сразу вот вкус спирта да при первом лотке вот для этого есть кислотность в принципе она все так сбалансировано не могу сказать что это какой-то супер приятный сложный вкус но при этом каких-то претензий да или каких-то замечаний какого-то какого-то отторжения нет конечно из-за сладости чувствуется да вот это я алкоголь и тело такое мысленистая во рту послевкусие такой изюм но не темный да изюма белый изюм послевкусие принципе эту штуку ну можно пить то есть я думал будет конечно вообще какая-то жесть но в принципе на удивление нормально да то есть понятно что это не портвейн да то есть сравнивать с портвейном его конечно нельзя не по технологии он не подходит да они вообще вот не по всему он не подходит то есть это не классический да портвейн но допустим если рассматривать это как напиток да то есть допустим спирт с добавлением сахара с добавлением какого-то виноматериала который выдерживается в бочках да чтобы это все вот устаканилась поженилась скрепилась в принципе нормально да то есть для тех кто любит сладкое для тех кто любит что-то более алкогольное да кто хочет что-то более алкогольного кто не хочет пить водку да опять же то не хочет пить какие-то жесткие настойки да там травяные кому не очень нравится да вот это все такая травяная ароматика вот в принципе это для них да это более-менее нормальная штука то есть претензий нет к ней я думал будет хуже но видите я даже пью и не морщусь когор от тамани от ванды меня конечно в больше впечатлил то есть он прям реально какой-то но там прям сложный то есть у него ароматика развивается и вкус такой ну прям интересно сложно тоже какой-то развивающийся здесь такого нет то есть здесь прям все просто вот на ладони без каких-либо до поворотов без каких-либо там до перспектив на вкус аромат здесь все просто то есть вот тебе сладость вот тебе спирт который закрыт этой сладости да чтобы ты там особо чтобы было приятно пить да в ароматике вот эти вот какие-то сухофруктики сладость все такое сглаженное все такое без острых углов питка и ну вообще в реальном претензии на удивление нет никаких за 260 рублей ну наверное да но я не думаю что от этого напитка да можно получить удовольствие то есть посидеть да там не знаю сигары допустим или там просто там с друзьями посидеть обсуждать но нет такого не получится с этим напитком это для тех кто любит сладкое для тех кто любит что-то крепленое для тех кто не заморачивается да для тех кто хочет просто выпить чтобы это было приятно там алкогольно да чтоб это дало какие-то эмоции да какую-то веселость быстро достаточно и без каких-либо последствий и приятно то есть ну примерно так может ли этот напиток жить я считаю то да найдет ли он своего покупателя я считаю что абсолютно да то есть напиток по технологии да сложно сказать насколько он там хорош идеален да и все такое но вот то что допустим в бокале это хорошо за 260 рублей хорошо я не буду ставить оценку этой штуки потому что ну все таки да вот написано портвейн крымский сторожил который сделано в пензенской области да то есть но это все такое какое-то очень спорная да но такая вот но вещь я считаю не для оценки то есть для оценки все таки я бы выбираем вещи которые вот четко там сделано здесь то по такой-то технологии есть по таким то есть такие каноны такие сорта да и все и мы можем уже что-то сравнивать что-то ну применять какие-то оценки здесь но я могу сказать что это не ноль да то есть его можно брать покупать пить принципе спокойно то есть если я выпущу этот ролик значит ну я наверное себе еще налью пол бокальчик может быть там что-то раскроется вряд ли но я пол бокальчика еще выпью если этот ролик выйдет соответственно ну я выживаю его можно будет брать покупать в красном белом принципе все да на удивление нормально 15 лет выдержки портвейн крымский сторожил странные слова ну ладно адьос